Смотрите WWE SummerSlam вместе с нами в прямом эфире. Трансляция пройдет в ночь с 11 на 12 августа в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Всем привет, с вами WWE Vlog, Фадеев Руслан и третий выпуск истории рестлинг-игр. Сегодня на повестке дня у нас настоящий раритет. Mike Gibson's Master Wrestling, выпущенная на Commodore 64 в 1984 году. Если ранее мы разбирали игры с аркадных автоматов, то сегодня вы сможете увидеть, во что можно было поиграть в середине 80-х в домашних условиях. Скажу сразу, информации по этой игре в интернете очень мало, никаких мануалов, лишь несколько упоминаний и буквально одно видео с геймплеем на ютубе, так что сегодняшний материал можно в какой-то степени считать эксклюзивным. Для начала хотелось бы сказать пару слов о самой платформе. Домашний компьютер Commodore 64 поступил в продажу в 1982 году. Он оказался весьма востребованным, ведь за цену меньшую, чем у конкурентов, Commodore предлагал мощную начинку и в частности 64 килобайта оперативной памяти, огромный объем по тем временам. Кстати, отсюда и появилось название Commodore 64. Компьютер сохранял актуальность долгие годы и отлично продавался, так что его библиотека насчитывает тысячи игр. Ну а теперь к самой Master Wrestling, написанный, как понятно из названия, Майком Гибсоном. Первое, на что вы точно обратили внимание, это наверняка картинка. Согласен, сейчас игра выглядит, прямо скажем, паршиво. По сравнению с аркадами, где легко можно было отличить Халка Хогана от Гиганта Андре, здесь мы получаем две человеческие фигуры, разных цветов и, в принципе, всё. Окружение и зрители тоже не радуют детализацией, графика максимально условная. Понятно, что домашние компьютеры заметно уступали аркадным автоматам по производительности, но на Commodore выходили весьма симпатичные игры, и это не одна из них. Ну да ладно, что у нас по геймплею? Всего есть три режима. Начнём с первого. Один на один против компьютера. Выбираем соперника, вбиваем своё имя и попадаем в игру. Что касается оппонентов, я заметил, что они немного отличаются по сложности и общему поведению на ринге. Однако визуально они различаются только цветами. Хотя прозвища по типу «Безумный Джек» или «Ковбой» позволяют додумать их образ в своём воображении. Игра длится три минуты, и победителем считается тот, кто за это время проведёт большее количество приёмов. Каждый из них добавляет определённое количество очков. Кстати, сами исполняемые приёмы прописываются в верхней части экрана, так что, несмотря на доисторическую графику и анимацию, мы можем дорисовать у себя в голове, что вот это действительно Sunset Flip, а не какая-нибудь, скажем, пауэрбомба. Разумеется, победить можно не только по очкам, но и удержанием, однако я не до конца понял, как это работает. Как я уже говорил, мануалов к игре я нигде не нашёл. Судя по всему, отдельной кнопки для удержания здесь нет, а рефери начинает отсчёт только после определённых приёмов, например, того же Sunset Flip'а. Кстати, по поводу приёмов. В этой игре используется, по сути, лишь одна кнопка действия, а что именно вы проведёте, зависит от кнопок направления движения. Схема простая и понятная, но нужно убить довольно много времени на подбор комбинаций, потому что управление в игре не самое отзывчивое, и далеко не всегда ты исполняешь именно то, что задумал. Но при этом игра позволяет спамить одним-двумя приёмами и без особых хлопот одерживать победы, что не есть хорошо. Есть в игре ещё одна очень странная вещь. Время от времени у ринга катается некий человек в инвалидном кресле. Что он там делает, загадка. Оставшиеся два режима рассчитаны на двух игроков. Можно сразиться с товарищем один на один, либо же объединиться с ним и дать отпор компьютерной команде соперников. Здесь появляется возможность передавать таги, а в остальном всё абсолютно так же. Что можно сказать в итоге? После красочных игр с аркадных автоматов Master Wrestling выглядит очень бедно. Неказистая графика, скудное звуковое сопровождение, отсутствие возможности драться за пределами ринга и так далее. Но всё же это одно из первых переложений рестлинга на домашние компьютеры, сделанное по сути одним человеком. Так что игра точно заслуживает своего места в истории и упоминания в нашей рубрике. На этом всё. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!